Наша форма создана. Теперь давайте посмотрим, как она будет выглядеть в итоге. Как видите, все вопросы отформатированы очень хорошо. И внизу есть кнопочка «Отправить», которую нужно будет нажать после заполнения ответов. Я случайным образом заполню ответы. Единственный правильный ответ. И 10 предложений пропущу. Стере кинематограф я люблю не очень сильно. И когда я пойду в кино, конечно же, не знаю. Пусть это будет суббота. Отправляю ответы. И теперь могу посмотреть результат. Поскольку я разрешил просмотр результата респондентам, как видите, у меня куча ошибок. И половина ответов вообще не оценена. Здесь такое многоточие. Их должен оценить преподаватель. Я могу это сделать, перейдя в режим «Ответы». Как видите, сводка ответов представлена в виде вот такого графика. Даже серии графиков, простите. По каждому вопросу есть достаточно интересная статистика. Конечно же, интереснее она выглядит, когда несколько ответов. Также я могу переключить режим просмотра по отдельному пользователю. Вот здесь будет список из количества пользователей, которые дали свои ответы. И я могу исправить отметку. К примеру, вот здесь правильный ответ «Нел» я его подтверждаю. Здесь я тоже могу поставить, как ни странно, отметку, хотя в общем-то 0 баллов. И в последнем вопросе я могу, например, поставить оценку за то, что человек предоставил какую-то информацию. Хотя это, конечно, не по правилу. Сохраняем. И в режиме просмотра, давайте обновим страницу и посмотрим, будет ли информация. Да, обновилась информация об оцененных вопросах. Но не всех. Вот здесь я забыл оценить. Вот таким образом работает анкета в виде теста. Она может не давать обратной связи, может быть просто анонимным сбором данных. Но, как видите, очень удобный инструмент. Пользуйтесь анкетами. Можете экспортировать в таблицу правильные или неправильные ответы. Таблица будет заполняться и с ней тоже можно совершать множество действий.